Кинокомпания Пандора Примерно за три недели до этого Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Слушай, сколько денег было у тебя в кармане, когда ты проснулся сегодня утром? 55 центов. Так что же ты теряешь, а? А ты знаешь ли он? Негр, который прячет свою сестру. Он идиот, но ему нужны деньги. Я не могу. Сестра идет замуж. Слушай, заработаешь денег и оплатишь свадьбу. Речь идет о десяти штуках. Нет, у нее сноп, а не жених. Узнаешь, что я в теряге, откажется. Неужели в наше время так трудно найти Мулински? Слушай, а может у тебя есть люди, которым нужны деньги? Типа посидеть в тюрьме за бабки? Ты что не сяш, придурок? Пошел в задницу. Видал я Косима. И что вы в нем печетесь? Такого второго ублюдка в Колинвуде нет. Да, но он нашел свой Беллини. Что же ты делаешь со мной? Эй, тебе нужен Мулински? Господи, здесь у каждого свой Беллини. Наколку дал один парень с пожизненным. Все, кто помогут Косима, получат долю. А почему этот парень дал ему наколку? Он сидит пожизненно. Ему бабки нахрен не нужны. Значит, Беллини, мамой клянешься? Я клянусь своей мамой. Черт. Дело. А вы знаете Райли? Ты что делаешь? Я пять часов укачивал ребенка. А ты трясуешь? Ну, прости. Ничего. Ничего. Просто он очень нервный. Его страшно раздражает. Любой шум и яркий свет. Простите, если вам нужны фотографии, я уже не работаю. У меня жена в тюрьме. Чтобы купить подгузники и детское питание, я продал все камеры. Но зато я могу предложить вам стаканы. Мое хобби. Ручная работа. Все я. Взгляните. Господи, я совсем на мели. Тебе повезло. Есть работа? Касима нужен Мулинским. Он платит десять штук. Десять штук? Два доллара банка. Не хочу. Не получится. Я кормящий отец. А где сидит твоя жена? Сенеке дали год за мошенничество. Хотя она только родила. Дали штраф в тысячу баксов. Но у нас не было денег, поэтому ее и посадили. Год за тысячу баксов. Ешь. Ты знаешь, все Неки вроде неплохие ясли. Я ведь там родился. Слушай, парень, у нас напряг. Нам нужен Мулинский и все дела. Но я... Я, к сожалению, уже имею судимость. Здесь нужен человек с чистым прошлым, чтобы без вопросов. Господи, в наше время это не так важно. А вы знаете перо? Пропустите ребенка. Пропустите ребенка. Пропустите ребенка. Пропустите ребёнка. Привет, чертюк. Привет, привет. Здравствуйте. О, здорово. Ты что, окончательно спятил? Что? Костяма не возьмёт этих идиотов в дело. Я что, нарочно? Оно само вырвалось у меня. Он меня убьёт. Он меня убьёт. Вы спятили в тюрьму вместо этого придурка? Даже за 15 штук? Ты говорил за 10? Мне не нужны деньги. Я скоро стану знаменитым боксёром. Ты дерёшься со священником. Это сильный священник. Не драться же мне с женщиной. Сегодня со священником, а завтра бой за чемпионское звание, верно? Этот кретин наш последний шанс. Нужно его чем-то завлечь. Говорю вам, ещё немного, и он согласится. Давайте в равных частях добавим одну тысячу. За тысячу долларов моя жена могла бы выйти на волю. Чёрт вас подери. Вы что, идиоты? Вы делаете вложение, которое принесёт состояние. Она права. Не вытащим Хосима, мы в пролёте. Ладно. Получит 16 тысяч. А мне деньги не нужны. Раскрутившихся я вообще плюну на весь этот район. Маколович, пора. Иду. Давай, быстрее. Ладно, поговорим после боя, птичка. Перо. Абумбаи. Как я хорош. Как я хорош. Марш. Вперёд. Восема Касановский, за попытку угона автотранспорта суд приговаривает вас. Остановите заседание. Стойте. Тишина, тишина. Уберите его. Выслушайте меня. Выслушайте. Эй, постойте, постойте. Прошу вас. Ваша честь, я хочу признаться. Этот человек невиновен. Я больше не могу нести время вины. Это я хотел угнать тачку. Я виноват. Мой брат Косимо. Святой Косимо, как его называют в нашем районе. Пытался меня остановить, а я сказал, Косимо, я угоню эту тачку. Это я вор. Я угонщик. Простите его. Я тебя убью. Постой. Постой, прошу тебя. Да в жизни не видел такого паршива. Из-за тебя мне добавили еще полгода. Целых полгода еще. Полгода. Полгода. Подумаешь, полгода. А мне дали встаных три. Три. Ты вернешь все мои деньги, а иначе ты из этой тюрьмы не выйдешь. Ты меня понял? Забирай. Пошли вон отсюда. Мне уже на все наплевать. Да что это с тобой? В тюрьме сидеть не так уж сложно, брось. Нет, ты не понимаешь. Я предал своего брата. Может, он заслужил? Он умирает, придурок. Мой брат Блика умирает. И умрет в одиночестве. Еще в четверг он мне сказал, Перо, будь со мной до той минуты, пока не придет моя смерть. Я не хочу умирать в одиночестве. А я его бросил. Я его предал. За какие-то паршивые шестнадцать тысяч. Ты просто больной. Да, 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 да. Я смеюсь не над тобой. Я смеюсь над... Хочешь, я тебе кое-что расскажу? Знаешь кирпичное здание на Честровине? На Честровине у миллион кирпичных зданий. Нет, старую мукомольню из золотистого кирпича. И что? Мукомольня там давно уже нет. Одну половину здания перестроили под квартирой. А знаешь, что находится во второй? А мне это неинтересно. Там живет ювелир. И что? Мой сокамерник, каменщик, клал в этом здании стену. По принципу Крацнера. Что? Ну, Крацнер. В гостиной ювелира он сложил такую хитрую стену на растворе из песка и воды, и ее легко можно проломить. Ювелир этот жутко богат. Каменщик сказал, что у него в сейфе спрятано целое состояние. Для того, чтобы взять сейф, придется лезть в соседнюю квартиру. В доме прелесть, там никого. Она свободна. Хоть сейчас иди. Знаешь, ты еще больший придурок, чем говорят. Ты что несешь? Если дело верное. Ну что же, каменщик сам не сорвал куш. Он собирался, но за два дня до ограбления поругался с женой и застрелил ее. Получил пожизненно. Поэтому и дал мне наколку. Ты должен был помочь мне выйти отсюда. Но в результате мы с тобой оба сидим здесь. Правда смешно? Да уж так же. Годи, Самаконович. Нет, правда смешно. Он ему даже очень. Все, ты свободен. Спасибо. Э-э-э, что он несет? Куда он? Ты куда? Ты же сказал, тебе дали три года. Дали три года? Условно. Подонок, сволочь! Я тебя убью! Я прикончу тебя! Ты сукин сын, твоя мать шлюха! Ты понял, твоя мать шлюха! Да, сам, дорогой! Ха-ха-ха-ха-ха! Она врет! Вот так вот! Вау! Вот черт! Господи, решила ко мне в гости зайти? Верни деньги, козел. Ха, я свое дело сделал, милая. Я не виноват, что судья не пришли. Послушай, Косима меня убьет, если я не верну деньги. Смотрите, ребят, его уже выпустили. А мы в него вложили целых шестнадцать тысяч. Так, Махулович, нам плевать, почему ничего не получилось. Мы пришли, чтобы забрать свои деньги. Да что с вами, ребята? Вы что, из другой галактики? Это мои деньги. Нам не нужны неприятности, перо! Эй! Пошли на сцену, неприятности! Эй! 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 Я сейчас с мясом вырву эти деньги! Понял? Пошел ты! Ну что, еще острить будешь? Господи! Где деньги? У меня их нет. А ты поищи! А какого хрена вам надо? Отдай нам деньги. У меня куча долгов. Я все раздал кредиторам. Слушай, Снацарыш. Я даже остался должен. Еще пять левого губашлепу. А ну лжат. Стойте, 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 стойте. Я, я, я узнал о Беллине, о Беллине Косиму. Ерунда. Я клянусь. Я сказал, что буду сидеть три года, и он мне все выложил. Я не вру, не вру. И что же? Я кое-что знаю. Поделим поровну. Я вас возьму в долю. Я еще никогда не слышал о таком прибыльном деле. Давай, выкладывай. Я умираю. Он задохнется. Отпусти его. Имя в виду, ублюдок. Ублюдок. Ну, конечно. Мне плохо. Черт. Господи, мы его убили. Сейф в комнате над ломбардом. Соседняя квартира пустая. Входим в нее, делаем дыру в стене. Залезаем к ростовщику и вскрываем сейф. Это просто. Проблема в том, что здание как крепость. Дверь, ведущая к квартирам на сигнализации. Я думаю, придется лезть через подвал соседнего здания. Через пожарный выход вылезаем на крышу. Потом спускаемся к окнам квартиры и вскрываем одно из них. Нужен медвежатник. Кроме Ежи-Антверпа я никого не знаю. Минуточку. Не подержишь? Есть идея. Я вот что подумал. Тут надо камеру снять, как ростовщик открывает сейф. И мы бы узнали его шефу. Это блестяще. Отвали, мать твою. А камеру можно взять у одного моего знакомого на блошином рынке. Что, решил заложить своего малыша? Я бы хотел рассчитывать на больше уважения. Так получилось, что я сегодня при бабках. Так что помолчи, ладно. Отлично. Коричневая, это она. Да, но много красного. А ты что скажешь? Это для моей сестры. Немного красного. Она ведь у меня в психушке. И от красного начинает лаять, как собака. Да, я думаю, красного многовато. Прости, Господь, но картина у тебя дерьмо. И ты не лучше. Так, поехали. Это еще что? Простите, простите. Я снял его, чтобы отправить пленку его матери. Симпатичный малыш. Я купил ему новую еду. И он никак не может привыкнуть. Правильно. А мне понравилось? Хватит. По-моему, очень вкусно. И нас достал. Все, заткнулись. ХСНФФА-6-22. Это хорошо или плохо? Без разницы. А вот и он. Так, 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 смотрите. 78. 77. 8. 78. 8. О, вот. Черт. Какое там число? 78. Какое? 78. 8. Отлично. Мы сделали 9 дублей. И каждый раз на последних цифрах его почему-то перекрашивает. Инвалид какой-то. Прости. Что скажешь? Как кино полная катастрофа. Это документальный фильм. Он и должен быть таким. Есть и хорошие новости. Сейф можно вскрыть. Ура. Так как мы все, как мы это сделаем? Тебя что, на руках нести? Возможно, вас это удивит, но я на дела больше не хожу. Ай ты, а зачем он нам нужен? Я обучаю. За 500 долларов я покажу, как вскрыть сеть. 500 долларов? 500 долларов. Тише, ребенок. Ладно, ладно. Слушай, мы все на мели. Поэтому мы решили пойти на это дело. Мы можем взять тебя в долю. Я не работаю под результат, ясно? В этом сейфе целое состояние. Абанс, 500 баксов и все дела. Мое время дорогое стоит. Ладно, постой. Постой, постой, попридержи лошадей. А ты покажешь, как пройти стену Крацнера? И не только стену Крацнера. Ну ладно, за дело. Хорошо. Приходите ко мне в субботу. А сейчас прошу прощения. У меня ученики из Янгстана. 500 долларов. А я вам не говорил, что хочу вытащить из тюрьмы свою жену? И где же нам взять эти деньги? Мы в задницу. Надо искать выход. Деньги будут. А вам сколько нужно? На новый костюм. Это немного. Я встретил девушку. И хочу, чтобы мы с ней поженились. Вступаете в брак? Если она согласится. Сколько вам нужно? Всего 500 долларов. 500 долларов? Наверное, хороший костюм. О, он прекрасный. С этими буговицами. И еще туфли. Что ж, надеюсь, она сделает из вас честного человека. Подобычные проценты? Подобычные. У нас лучше, чем у Лео губашлёпа. Есть много способов вскрытия сейфа. И в каждом из них скорость обратно пропорциональна чистоте исполнения. Самый быстрый метод Лепшицкий. Назван в честь изобретателя Теодора Лепшицкий. Для применения метода Лепшицкий нужна шашка динамита и спичка. Все просто. Но после того, как Лепшицкий сам подорвался на своей же шашке, этот метод устарел. Итак, я учу, как работать коронкой. Этот не самый быстрый, но надежный. Во время операции не пострадаете ни вы, ни ваша добыча. Этому методу учился я сам, и я в него верю. А метод Лепшицкий я отвергаю. Эй, где же полиция приехала? Полиция! Они же приезжали на прошлой неделе. Прячьте себе! Прячьте чего-то здесь! Свиньте его! Свиньте его в сторону! Думаете, это смешно? Ах, вы маленькие сукины дети! Маловерные сучата! Коротышки проклятые! Вот встану со своего кресла и вздую вас! Как следует! Ненавижу этих ублюдков. Продолжим. Коронка. Коронка. Использование коронки. Берете коронку. Вот так. Подносите ее к сейфу. И крутите. Вот так. И через три часа отверстие готово. Сколько сейчас? Два. Отлично. Начинаем практическую демонстрацию метода. Эй, милый, милый! Пришел сержант Бабич. Поднимается по черной лестнице. О, Господи, он нас всех погубит. Прячьте сейф! Прячьте, проклятый сейф! Ну-ка, он неподъемный! Так, ребята, жму руку, молодцы! Получилось! Бабич! Вот это сюрприз! А у нас сегодня стирка. Вы что, всегда поете? Стараемся чаще. Не понял. Мы поем в церкви, в хоре. И что это за церковь? Ну, это... Передвижная! А! А ты не слышал о сейфе, который вскрыли в Янгстауне, Антверп? В нем проделали дыру размером с твою голову. Янгстаун, где это? А ну-ка, постойте. Я ведь вас всех знаю. Вы из Колинвуда. Бездельники. Ты Перо Махолович, так? Я знал твоего брата. Блянь, был боец. Только ты еще хуже. А что ты здесь забыл? Пою тенора. Шутник, да? Ну, смейся, чемпион. Пока не посадили. Если где-то неподалеку сейф вскроет, я буду знать, кого мне хватать за задницу. Господи! Теперь будьте начеку. Ты где пропадал? Ребенок умер или ты откуда-то? Автобуса долго не было. Вот так, так, так. Дай сигарету, я тебя прощу. Ростовщик приходит в шесть утра. В семь открывает. Удачи. Эй, дай, Эгонька. Ай, красотка. Боже. Так, а что здесь? Да, вот мы и на месте. Вот там. Что ж, неплохо. Черт, 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 черт. Да в чем дело? Кузина моей лучшей подруги сказала, что это тетушки нашего ростовщика. Ага. Они впадают в маразм. Поэтому он переселил их поближе к себе. Девушка их служанка. Служанка. Я однажды соблазнил с самой первой леди. А ты точно не будешь меня ревновать? Ты просто нечто. Тебе трудно в это поверить. Но ты свинья. Обалдела. Знаешь, ты просто сучка. Идем. А вон она. Эй, детка. Куда ты так торопишься, а? Тебя мама научила так ходить. Эй, красавица. Полюби чернокожего, а? Эй, ты посмотри. Посмотри, какая у нее аппетитная попка. Ты любишь такие полизать? Эй, 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 эй. Отойдись от нее, вы, бродяги. Эй, проваливай, а то мы тебя наваляем. Я буду потрошить тебя, как индейку, красавчик. Ну, бей меня. Вот что, ты ножик-то убери, да? Убери ножик-то. Ножик убери, убери. Не надо, убери. Трогай меня. Быстрее, давай, беги за ней. Мне больно. Вы в порядке? За ней. Мисс, мисс, я не сделаю вам ничего плохого. Мисс, вы в порядке, мисс? Весьма неприятный эпизод. Каждый раз просыпаясь, я говорю себе, Рома Холович, тебе повезло, что твой отец был богат, отправил тебя в частную школу, где помимо учебы, ради получения степени, ты постигал великое искусство бокса. Да, славно вы его врезали. Ерунда, обыкновенная уличная холиканта. Я хотел узнать, все хорошо? Все в порядке, а сейчас, простите, я спешу. Вы спешите? Забавно я тоже. Вы куда идете? Туда. Забавно я тоже. А вы куда спешите? У меня свидание с другом. Он врач. Врач, правда? А вы где работаете? Я, я не работаю, хожу по магазинам, играю в теннис. О, надо же, я коммерсант. О, здорово. А что продаете? О, разные вещи. Все, что придется. А вы местный? Нет, я из Колинвуда. То есть я мог бы позволить себе дом в более престижном районе, но мне нравится жить скромно. И если бы вы оказались, ну не знаю, с лужанкой или массажкой, я бы все равно сказал, что вы очень симпатичны. Эй, держи краба, приятель. Хе-хе-хе. Такие весельщики. Мы тут все время так шутим. А вы где живете? Я живу вместе со своими тетками. Но скоро мой парень купит мне дом. А, доктор. Нет, купит другой. У вас есть еще парень? У меня много парней. Я думаю, так удобнее. Ух ты. Так вы пригласите меня на свидание? А как же, как же, как же, я думал о вашем парне? О, они понимают, что я женщина свободная. Ну так что? Отлично. Хорошо. Встретимся у тебя дома? О, нет, там нельзя. Там дезинфекция. Давай на городской ярмарке. Да-да-да. Да, на Сан-Клэр. Хорошо, тогда в четыре. Перед входом в церковь. Буду ждать. Да. Хорошо. Хорошо. Ладно. Пока. Я убью этого ублюдка. 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 Открывай, опаздывай на автобус. Спасибо. Спасибо. Ой, смотри, пирог. Комната смеха. Эй, хочешь смеха? Будет тебе смех. Вот уж ты пропал-то. И кто из них ты? Где ты? Чтобы это выяснить, придется меня поцеловать. Иди ко мне. Давай. Куда ты? Я тебя убью, сраный ублюдок! Козун, какого-то... Эй, травка не интересует тебя? Тише. Эй, господи, где Махонович? А что? Об этом говорит весь район. О чем? О чем? Слушайте, Косим избежал из тюрьмы. Он избежал. Как он сбежал из тюрьмы? Как он сбежал? Не вооружие! Эй, эй! Черт! Стой, тварь такая! Барганый ублюдок! Ты украл у меня белильи! Успокойся! 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 Ублюзов! Внимать я на тебя хотел! Я оброжу тебя, милую успокойся. Ты не понимаешь, что я все спланировала. Добычу поделим. А ты, предательница, жалка! Тише, тише! Слушайте меня и запомните хорошенько. Это моя наколка, понятно? И я убью любого, кто воспользуется ею! Любого! Ничего. Болит? Да нет. Синяк будет. Не болит, оставьте меня. Пошел он. Леон! Леон, пора в засаду. Идем. Чего тебе? Я ищу Леона. Леона дома нет. Прости, я не знал. Приходи завтра. Эй, эй, прости! Я Бейзел. И что? Скажи, что заходил Бейзел. Скажу. А ты? Кто? А, я поняла. Мишель. Сестра Леона. А я Бейзел. Я поняла. Ты уже три раза сказал. Красивое кольцо. А, да. Жених подарил. Он коммерсант, живет в пригородах. Ага. Ну что, Бейзел, может, войдешь? По-моему, здесь скучновато. Теперь не кажется? Может, лучше поедем к тебе домой? Оу. А там мои тетки, так что... О, а мы расположимся в гостиной. О, нет, я не могу, правда. Почему? Потому. Почему? Потому что с детьми у меня еще одно свидание. Еще? Еще одно свидание? Да, я не могу встречаться лишь с одним парнем в пирог. Я еще не замужем. Господи, боже мой, женщина. Столько любовников. Тут любой мужик почувствует себя импотентом. Ты должна встречаться только со мной. Я еще свободная женщина. Привет, Бет. Привет, Кармана. Привет. Это мой друг. Ты позволишь? Это... это твой друг. Ты смеешься? Ну все, извини. Ну а сейчас прозвучит еще одна пулька, и она называется Моя маленькая воздушная... Господи, начинаю думать, они бросит мне эту дурацкую затею. Я уже не контролирую ситуацию. Ты перестаешь контролировать самого себя. Тебе надо проникнуть в ее квартиру, а не лезть ей под пирог. Эй, я пытаюсь пробраться в ее квартиру. Уже целых две недели. Но она меня только дразнит. Я ее не понимаю. Ты что же, в нее влюбился? Слушай, эй, ни в кого я не влюбился, милая. У тебя это на лбу написано. Ты сволочь. Руки, рядомерок. Что ты сказал? Сегодня она моя. Правда? Да. Правда. Сегодня она со мной, спроси у него. А это твой сетенер, что ли? Ну, давай. Давай, давай, храбрец. Ты что это делаешь? Совсем потерял голову из-за этой шлюшки? Она всего лишь служанка. Постой, постой. Кармела. Кармела. Постой. Я, 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 я прошу прощения. Ну, я отдыхал со своей подругой. И вдруг на меня набросился громила. Все в порядке. Идите. Вообще ни при чем. Сержант Бабич, слава богу, что вы оказались здесь. Я за чуму. Заткнись. Я уверен, Махалович, тебя надо отправить за решетку. Вечно вы шутите, сержант Бабич. Хотя на эту тему лучше... Ты не умничай со мной, ублюдок. И язык укороти. Да, да, укорочу. Еще увидимся, чемпион. Хорошо. Приходите к нам завтра на вечеринку, сержант. А? Знаешь, сегодня ты поступил очень благородно. Без меня еще никто и никогда не лез в драку. Ничего я не мог с собой поделать. Извини. А почему та девушка говорила обо мне гадости? О, знаешь, она просто ревновала. Да. Она сказала правду. Я действительно всего лишь служанка. Я решила, что раз ты крупный коммерсант, то тебе не понравится такая, как я. Я... Я... О, брось. Мы женом в демократическом обществе. Мне все равно, кто ты. Можешь быть кем угодно. Я понимаю, я... Я просто... Я... Я не знаю, наверное, я поступила глупо. Я дура, угуния. Эй, ты вовсе не дура. Ты не дура. Ты знаешь, я работаю на двух старух. И? Во вторник они уезжают. Я живу на западе города, вот я и подумала, может, ты... Придешь ко мне на романтический ужин? О, ну, конечно. Конечно. Что ты сказала? Во вторник вечером я свободна, вот я и подумала... Нет, 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 о старухах. А, они едут к своей матери в Стопбену Виль. Может, ты придешь ко мне в гости? Я бы да, но у меня... Свидание. Свидание? С моими братьями. Мы играем в боулинг. А мне к вам можно? Это мужская лига. Но мы можем встретиться в другой день. Я обещаю, в эти выходные. Вышвыри его отсюда. Вышвыри его отсюда. Вышвыри его. Он пошел. Пошел, я тебе говорю. Уходи отсюда. И мать твоя шлюха. Вы все уроди. Хармолат, повернись. Посмотри на меня. Эй. Ненавидно. Ты хороший. Ты мне нравишься. Ты мне тоже? Да. Да. А ну, поставь на сюда! Только сжёпала! Погиби! На помощь! Надо подсюда! Погиби, ну! А ну, дай сумку! Осталось, что? Погибись! Какая дерьмовая смерть. Он пытался вырвать сумочку. Что-то в этом мире не так. Жизнь у него была непростая. И мать его была шлюхой. Простите, я не пойду внутрь. Малыш боится покойников. Простите, господа. Начнем. Да, мы не сделали ничего такого, чего бы он не делал другим. Но что-то мне нехорошо. Он был хорошим другом мне. Что вы говорите? Второго такого ублюдка не соскать. Он бы, не задумываясь, поимел собственную мать. Эй, что ты говоришь? Эй, сейчас наша забота не вон. Ясно? Предстоящая работа. Мы положили столько сил. И мы должны добиться своего. Что будет есть твой сын? Угрызение совести? Кто оплатит свадьбу твоей сестры? Дух покойного Косима? А ты вообще оборванец. Косима хоть раз помог тебе в жизни? А ты? Так до самой смерти будешь жить, как бродяга? Идем на дело. Просто и понятно. Если не добьемся успеха, нам не выжить. И мы ничего не сможем с этим поделать. Ничего! Вот так. Как дела? Я Антверб. Инструмент уже готов. Лежит в коричневом вещевом мешке в мусорном ящике около дома. Ясно. А чего это ты нарядился священником? Ты идиот. Видите? Бабич чует запах крови. Удачи! Этот ублюдок пытается выбить нас из колеи. Мы в порядке. Если мы пойдем на это дело, а то все в тюреке окажемся. Бабич и не беспокойтесь. Я о нем позаботюсь. Восемь. Ждите. Держитесь. Держитесь. Это еще что такое? Здесь 16 тысяч долларов. Если сегодня что-то произойдет, вы не вспомните, что мы знакомы. Ты придурок. Ты хотя бы понимаешь, что ты делаешь? Слушай, Бабич. Теперь я точно отправлю вас всех за решетку. И попробуй переубеди. Бабич. Ну, сколько ты зарабатываешь? Тысяч 30 в год? Ты живешь в доме с одной ванной. У тебя четверо детей и дурандулет. А твоя жена ездит на автобусе. И все. А в сифте у какого-то богатея лежат деньги. Зачем? Запомни. Только без жертв. Не будет. Никого. И я лучше всех. А теперь пробаливай. Ну, ладно. Уходи. Или он придет с минуты на минуту. Я не знаю. Я подумал. Может, рассказать брату о нас с тобой? О чем ты? О нас с тобой. У нас любовь. Ты спятил? Думаешь, ради тебя я брошу своего жениха? А любовь? У него работа. Безил, он сможет меня отсюда вывезти. Я тоже тебя отсюда вывезу. Ты куда же, Безил? В тюрягу. Тогда чего ты хочешь? Богатого мужа и все? В деньгах счастье? Да. Ну, нет. Не знаю. Чего ты хочешь? Мой муж должен быть честным человеком. Ты в порядке? Все хорошо. Выпить хочешь? Спасибо. Зачем ты пришел? Нужна помощь. Только ты поможешь мне. Присмотришь за малышом? Я уже сказала. Я не хочу иметь к этому делу никакого отношения. Я понимаю, но у меня нет выхода. Я без денег. А он хочет есть. Я не умею ухаживать за детьми. Послушай меня. Ты должна помочь. Ты хороший человек, Розалинт. Лучший всех, кого я встречал в жизни. Ему с тобой будет хорошо. И тебе, я уверен, это тоже надо. Такой маленький. Пожалуйста. Хорошо. Но только на один вечер. Я сложил все его вещи в коробку. Если заплачет, свисти. Свисти ему, и он затихнет. Не волнуйся. Завтра вы с ним увидитесь. Если через пять минут не появится, пойдем без них. Простите, простите. Я опоздал. Что это? Что за хрень? Гипс. Не видишь, меня избили. Избили? Полицейский? Нет. Освальд. Тот, у которого мы украли камеру. На остановке я встретил его с братом. И они сломали мне руку. За то, что ты украл камеру? Это была хорошая камера. Какая-то струфа. А это что? Гидрокодон битар... Битротрат. Полное дерьмо. Я уже дюжину проглазил, а рука ноет. Ты села в дюжину? Ты просто спятил? Хочешь подохнуть? Ты что же думаешь, я не люблю своего сына? Он выбыл из игры? Выгоните его отсюда. Нет. Без него мы на дело пойти не можем. На кой он нам? Посмотри на него. Я отвезу его. Ты что несешь? Нам пора идти на дело. Я хотел вам кое-что сказать. Вам от меня не отделаться. Ни тебе, ни вам. У меня хватит сил поехать в полицию. А значит, на дело мы пойдем вместе. Не так ли? Не так ли? Ты не посмеешь. Пусть смею. Господи. Где же этот черт Леон? Я тебя на куски порежу. На куски порежу. Постой. Выслушай меня, Леон. Она была нежным цветком. А ты, ты оборвал ей все лепестки. Не торопись. У нас любовь. Нет. 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 Мы хотим пожениться. Она уже обручена. И не с каким-то дурацким, а грязным воришкой. Я уже не воришка. Я бросаюсь. Меня хватит. Довольно. Что? Что ты сказал? Я вам хотел рассказать. Я с вами на дело не иду. Я люблю Мишель. Бред. Я хочу на ней жениться. Я больше не хочу ходить на дело. И я устроился на работу. О, господи ты, боже мой. Это полный провал. Если ты хочешь меня убить, приходи на завод Сенклер. Я стану честным. Простите. Мне неприятно об этом говорить, но ваш Беллини становится все больше похож на полный капочник. Думай, что говоришь. Ты что, спятил? Хочешь навлечь на нас беду? А ты куда? На дело. А мы разве можем справиться вчетвером? В данный момент мне на это уже наплевать. Одну минутку. Давайте успокоимся и все как надо обдумаем. Обдумаем. Сначала выбрось свой тесак. Это я? Девчонка. Служанка. Служанка. Быстрее полизвать в окно. Быстрее в окно. Господи. Служанка. Быстрее, быстрее в окно. Поплезайте же. Ну. Я не хочу туда вылезать. У вас нет другого выхода. Нет, я. Давай, давай, давай. С этого карниза придется прыгать вниз. Да черт тебя убери. Господи. Кармелла. Перо. Вот это сюрприз. Как ты узнала, где меня искать? Ты здесь живешь? Нет. Нет, нет. Для меня это слишком скромно. Это квартира моего брата. Мой брат. Мико. Он художник. Обожает жить в нищете. Привет, Мико. Я Кармелла. Здравствуйте, девушка. Я бы пожал вам руку, но сейчас я с бутылкой. Ой. Я боюсь. Я боюсь высоты. Я хотела сказать тебе кое-что. Я ушла от своих старух. Да. Ты, да. Ну что ж, найдешь себе другую работу. Ты можешь мною гордиться. Я тебе не рассказывала, но они ужасно ко мне относились. Просто ужасно. Я занималась черт знает чем. Они вели себя очень неприлично. Представляешь? А потом я встретила тебя и с тобой я почувствовала, что способна на нечто большее. Я подумала, теперь у меня есть перо, и я могу больше не заниматься всякой ерундой. Поэтому я назвала их испорченными девчонками, и они меня уволили. А потом сами так расстроились из-за всего, что поездку в Стубенвилль отменили. Что? Что? Да, но потом все равно поехали эти старые крысы, они ужасно упрямо. Я не отдала ключи, так что можем вернуться в их гнездышко. Вот это да. Перо, она не вернула им ключи. Да, я слышал, Мико. Знаешь что, я вижу, ты переживаешь. Может, отвезти тебя домой? Нет, 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 нет. А как же ваша игра в боулинг? Ведь без перо вам придется нелегко, верно, Мико? У меня рука загипсована, и я ни в какой боулинг играть не смогу. Бедный Мико, он так расстроился, что не сможет играть. Ну что ж, окна мы проверили. Если вдруг проблемы, позвоните нам. Здравствуйте. Осторожно. И я уже умный. Кто у нас следующий? Следующая остановка, 25-я улица, Магайя-Сити. Хороший у тебя брат. Хотя, немного странный. Он сифилис перенес в детстве. Знаешь что, я сейчас думаю, зря я взяла эти дурацкие ключи. Эти старые коровы во всем обвинят меня, если там вдруг произойдет что-нибудь. Как они могут тебя в чем-то обвинить? Ты такая хрупкая девушка. Ты сделаешь мне одолжение? Конечно. Я тебя очень прошу, забери эти ключи и на обратном пути оставь их, пожалуйста, у Швейцара. Я хоть буду спокойнее спать, если ты это сделаешь. Не волнуйся, ты такая хрупкая девушка. Это же... О нет, перо. Их здесь нет. О боже мой. Перо, я обронила их в подъезде. О боже мой. И теперь кто-нибудь ограбит их квартиру. Надо вернуться. Водитель! О, постой, постой, постой. Эй, подожди секунду, подожди. Постой, я посмотрю. Боже мой, нет. Их здесь нет. Эй, а это что такое, а? Да. Ох ты, спасибо. Они бы меня убили. Господи, у тебя здесь столько вещей и помады. Для каждого парня своя, да? Нет. У меня теперь один парень. Не волнуйся. И спи спокойно. Я отвезу ключи швейцару. Хорошо? Да. Отлично. Ты так добра ко мне. Нет, правда, ты замечательный. Где ты пропадал? Где ключи? Она, как я, стреляла свою сумочку. Вернемся к нашему плану. Но мы потеряли два часа. Тогда надо спешить. Вперед. О, черт! Господи! Нет! Постань! Нет! 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 Я не умею славать! Я не умею славать! Заткнись! Беззубый придурок! Натевай скорее штаны! У меня будет воспаление легче! Быстрее! За мной! Хватит возиться! Вперед! Готов! Готов? Достаёшь? Нет, ещё немного Я пойду Ещё, ещё Ещё пару сантиметров Раз, два, три Есть! Есть! Он себе язык откусил? Нет Он разбил губу Не примёшь парочку? Ну всё, мы теряем время Вперёд! Вперёд! Тише! Чёрт! Да давайте! Давайте! Вперёд! 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 Чёрт! Вперёд! Да штрей! Давай! 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 Должна выдержать! Нужно проверить! Нужно проверить! Проверить? Да! Где мой пальчик? Где мой пальчик? Вот он и так же буду Тихо! Тихо! Райли! Успокойся! Давай! За ним! Так, теперь ты! Я не могу! Что? Через не могу! Он боится высоты! О, Господи! Придётся! Ни за что! Хватит! Я за скатку! Хватит! Смирей! Убери руки! Убери! Я за скатку! Руки от моего лица! Я боюсь! Убери, тебе говорят! Бери! Стойно! Снимите его с меня! Я скажу! Тебе не понравилось, что я села к нему на колени, Господи? И ты устроил такой скандал, что я год не могу появиться приличным в обществе! А что было, когда мы в последний раз ездили к твоей маме? А что было? Я сползаю, тушь! Сокнись! Там была Элена. А потом пришёл твой кузен Кларенс и тут же ты начала им устроить глазки! Только не приплетай сюда родственников! Как мне всё это надоело! А помнишь, Эдди? Вот и хорошо! Что было с ним? Хорошо! Хорошо, я вернусь! Но если ты закатишь меня хотя бы ещё один... Мне это надоело! Можешь катиться к чёртовой матери! Да пошёл ты! Ты куда? Вернись! Снимите его с меня! Сними ему! Снимите его! Снимите его! Ай! Давай! Холодно! Давай! И в следующий раз Надевай свои чёртовы штаны, когда я тебя об этом прошу! Вот оно! Вот оно! Отлично! Давай инструмент! Вперед! Ух ты! Не квартира, а дворец! Тише! 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 Да ладно! Не такая она и тяжёлая! Не надо разыгрывать спектакль! Стена! Идём быстрее! Сюда! Живее! Проводной тверстия просверлим! Вот здесь! Здесь! Стена заполнена водой! Ты попал в трубу, придурок! Чёрт! 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 Постойте минуту. Тут на полу какая-то лужа. Чёрт, сволочь! Нет, нет, это я кошки, мисс Вайнер. Нет, нет, ваша кошка снова наделала лужу. Нет, нет, я этим заниматься не стану. Я швейцар, а не ваша прислуга. Что вы сказали? Да, да, очень милый молодой человек. По просьбе девушки привёз ключи около трёх часов назад. О, дьявол! Да, хорошо, я оставлю их в квартире. Хорошо, да, да, всё запру. Хорошо. Пока, мисс Вайнер. Свихнувшаяся сучка, чёртова кошка. Сколько же от тебя дерьма. Спокойно, спокойно. Всё, всё, всё. Ах ты, жалкий, сраный ублюдок! Я должен был обеспечить своё алиби, иначе девчонка сразу бы на меня указала. Ты променял нас на женщину? Эти старухи сразу бы отправили её в тюрьму, если бы ночью квартиру ограбили. И поэтому нам пришлось ползти сюда, как кошкам. Мы потратили на это полночи! Послушайте! Что сделано, то сделано. Можно ругаться сколько угодно. От этого ничего не изменится. Так что соткнёмся, и будем готовить инструмент. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну давай! Идиот! Ты говоришь, это уже сорок минут. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне нужно передохнуть. Сколько, по-твоему, будет в этом сейфе? Что ж! По словам Косима, старик поклялся, что там по меньшей мере 300 тысяч. Чёрт подери! Большие деньги. Их нам хватит на несколько жизней. А я куплю большую комнату под самой крыши. И ещё одну для малыша. И сразу расплочусь, чтобы мой сын на самой смерти не работал. А я перееду за город. Я слышал, дома там стоят так далеко друг от друга, что можно голым читать газету. А я, я куплю своей жене новые надгробья. Знаете, есть такие памятники с маленькими ангелочками. Мраморные. А ты что сделаешь? Я думаю, я куплю спортивный зал. Я знаю всё уверенное, что боксёр я никудышный, но я буду учить детей. О, Господи, мне уже не терпится! Давайте, побыстрее сорвём куш! Хе-хе-хе-хе-хе! Принеси воды. Жарко, как в джунглях. Ладно, идём. Что-то намечается. Пошла! Чёрт, пошла! Пошла! О, Боже! Есть! Не понял, как ты туда попал? Я пошёл за водой! О, Боже! Это же кухня! Кухня? Что ты сказал? Это кухня! Косимо! Косимо сказал, что примыкающая стена выходит прямо в гостиную. Какая же ты гостиная, чёрт, тебе подери, если это хреново кухня! Где же гостиная? В этом шкафу, что ли? О, о, чёрт! Ах ты идиот! Ты просто невероятный придурок! Откуда мне было знать, что у них две гостиные? У всех нормальных гостиная одна. Смотреть надо! Сам присмотрел, пока мы рвали с задницы садыть железяк. Я ходил за водой! Ты просто выдающийся недоумок! Пожор! Ты нас погубил! Я? Да, ты погубил! Что ты говоришь? Сейчас передвинем эту железяку и продыряем другую стену! Три ночи! Мы не успеем пробить стену и вскрыть сейф! Будем сверлить быстрее! Это невозможно! Иначе тюрьманам обеспечено! Всё! Мы всё успеем! Мы всё успеем! Говорю вам! Леон, помоги! Бесполезно, Перо! Это то! Помоги! Господи! Мне так нужны деньги! Ты нас просто погубил! Да что ты болтаешь? Я всё сделал! А что сделали вы? Я узнал о Беллине! Я всё спланировал! Служанку окучил! Я откупился от Бабича! Я вложил в это дело всё! Всё, что у меня было! Вам ясно? А знаешь, что ужасно? Мы поверили! Ты дал нам надежду в виде своего чёртового Беллини! Ты вырвал у каждого из нас сердце и раздарил его голыми руками! Как же ты мог? Как? О, Господи! Теперь я ещё больше нищете, чем был, когда влезал в это дело! Лучше бы я с вами вообще не связывался! Нет! Чёрт! Меня сейчас тошнит! Ну, прости! Я расчу ребёнка! Что же мне теперь делать? Господи, Иисусе! Ребята! Смотрите-ка! Здесь что-то спрятано! Тысяча долларов, не меньше! Неплохой, утешительный приз, правда? Дай-ка! Как вкусно! Наверное, девушка приготовила для того, как её уволили. Сейчас подогрею. Хоть поедим перед уходом, как следует. Включайся. Наверное, не работает. Спички есть? Постойте, вы ничего не чувствуете? Я думаю, больше нам не стоит встречаться в этой жизни. Постой. я должен отдать твою долю. Выкупи свою жену. верни её домой. Спасибо. Как не жаль. Сегодня не наш день. Поеду домой, извинюсь перед сестрой. Счастливо, старик. Если появится, Беллини, звони. Ну? А ты куда пойдёшь? Не знаю. Надо помыться, а потом кармель. Хорошая идея. Она славная. тогда я, 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 я... Эй! Этот сейф и вся затея — это ерунда. Всего лишь деньги. Деньги уходят, приходят. Я пожил уже, знаю. Но как важно бывает, когда рядом с тобой кто-то есть. это счастье. Она хорошая девочка. Да. Ты прав. あっ уха. Ба-ба. Ба-ба-ба. Добро пожаловать в Колинвуд! Авторы сценария и режиссеры Энтони и Джо Руссо. Продюсеры Джордж Клуни и Стивен Содерберг. Операторы Лиза Ринзлер и Чарльз Минский. Композитор Марк Мазерсборг. В ролях Уильям Мэйси, Айзейя, Вашингтон. Сэм Рокуэлл, Майкл Джиттер. Луис Гусман, Патришия Кларксо. Эндрю Девали, Джордж Клуни. Дженнифер Эспозито, Габриэль Юнион. Фильм компании Пандора. В Содружестве со студией Warner Brothers Pictures и компанией H5B5 Media AG. Производство компании Section A. Фильм дублирован объединением Мосфильм Мастер на производственной технической базе киноконцерна Мосфильм по заказу компании Paradis в 2002 году. Фильм дублирован объединён в идеальные продукты «Мастер». Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok